Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании Господа и Бога нашего Иисуса Христа, имя которому любовь. Через дела, дела упования на Бога, на Него, на Христа нашего родителя любвеобильного и творя добрые дела любви ко всем и каждому, кто нас окружает. Давайте помолимся Господу нашему и я кое-что скажу. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, любвеобильный, заботливый родитель, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за все, спасибо Тебе за все. Да будет имя Твое, природа Твоя, сущность Твоя, явленная Тобой нам, всеми Твоими благодеяниями, особенно в последнее время, пришедшего плоти и даже до Креста. Спасибо Тебе за эту жертву, которую Ты открыл по мышлению сердца моего и всех истинных христиан. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе и спасибо Тебе, что в воскресенье Твое дал нам надежду, надежду вечной жизни и воскресенье. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе и спасибо Тебе за вознесение Твое, за то, что оставил и даровал нам тот ценный бесконечный дар, дар свободы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чтобы поклонялись Тебе не в авторитете, а в чистом сердце, уповая на Тебя невидимого и любя ближнего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови, пожалуйста, эту трансляцию. Уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, Иисус, Господь и Бог наш, любовь всегда посреди нас. Был, есть и будет. Может, сейчас дождик пойдет, не знаю, успею ли сказать. Но будем надеяться, что успеем. Хотелось сказать, на улице поговорить. Тема я хотел бы затронуть радость. Вы знаете, что Павел, когда перечисляет плоды Духа, радость ставит на второе место. И это, конечно же, не случайно, потому что Бог есть любовь. А любовь что такое? Любовь – это радость. Добрые дела доставляют ближнему радость. И даже разделение скорби, естественно, доставляет ближнему радость, когда мы радуемся с радующимся и плачем с плачущими. Ну, откуда у нас радость? Сегодня я ничего зачитывать не буду. Тема-то очень простая и легкая. И на самом деле ничего сложного-то нет. Просто я, знаете, стал очень часто задуматься, потому что мне многие пишут, как там полюбить Бога, полюбить ближнего, как уповать, а зачем, а что. И вы знаете, это вот тот прекрасный образ, который Господь рассказал, эту притчу. Про десяти девых, да, десяти девых. О пяти юродивых, пяти не юродивых. И вот тот елей, ну, кто-то слушал, может быть, я говорил уже об этой притче. Ну, это вот Дух Святой, да. Однозначно все это прекрасно понимают, толкование и Божье откровение нам. Вот как им можно поделиться? Да никак. Если честно, вы помните, опять же, Господь сказал простую фразу такую, что никто не может прийти ко мне, как только если не Отец его привлечет. Это действительно так и есть. Вот с годами ты познаешь особенно и проповедуя, и общаясь, что это вот закон такой. То есть у каждого своя мера, а каждому у Господа свой промысел какой-то нам неведомый. Ему лучше знать, как с нами обращаться, как нас сращивать, как нас воспитывать, усовершать. А наше дело, как он сказал, сеять. Сеять везде. И на камне, и на бедной почве, и на богатой. И не важно, что потом она вся порастет там, репеем и всякими терниями все зарастет. Вот наше дело сей. Конечно, истинная радость, есть такое понятие, какой там духовная радость. Это что-то внутреннее такое. То есть можно ходить со смурной рожей, простите, и проповедовать, и благоествовать. Вечно с такими бровями, таким вот ртом стянутым. И при этом говорить, что я там духовно радостный. Это, конечно, все ерунда. Духовная радость, если что на то внутренняя радость невидима, все это слова одного порядка. Это радость какая? Это радость та, это просто тот фундамент, это тот плод духа, который в тебе. Что действительно, что бы с тобой ни происходило, ты всегда радуешься. Потому что у тебя есть фундамент жизни. И даже горе для тебя радость. А как это понять? Ну, Господь сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными и счастливыми. И самознание, и жизнь по этой истине. А истина проста, я вам буду ее постоянно напоминать по заповеди Господа и наставлению апостолов. Вы помните, Иисус Христос – это Бог, имя которому – любовь. Это и человек, его образ и подобие. И, кстати, не просто Иисус Христос – Бог и любовь. Но и Бог, это и есть Иисус Христос, который явил эту любовь. Это, кстати, очень важно. Вы знаете, я бы никогда в жизни не стал буддистом и не стану, потому что без личностного Бога хочется просто в петлю залезть. Какая бы там ни была блаженная энергия или еще что-то, это радость у христианина, что Бог личностный. Он и отец, и брат, и друг, и жених. Это все вот такие, скажем, действительно свойства человека. И это очень радует, конечно. И опять же, что Иисус Христос есть Бог, а раз ты – образ, ты такой же человек, как Он, Бог явился в его плоти и сказал, ты такой же, как Я. И мы узнали, что откровение, которое Господь еще дал Моисею, про то, что когда творил человека, сказал о Нем, что он – образ мое подобие, и сотворим человека по образу и подобию своему, мы действительно убедились. Потому что когда Христос воплотился, мы поняли, что мы – люди точно такие же, как и Христос. И что мы – образ его, а образ, вы знаете, дети идеально похожи на родителей. Род человеческий рождается одинаково, как и все рода животных. Поэтому мы его образ абсолютный. Поэтому мы образ Христа. Но образ, опять же, раз мы образ, значит, мы дети. То есть Бог – это наш отец. Значит, Сын-то, Христос – Сын Бога, если уж так опять рассматривать. И мы его образ, значит, мы образ Христа, сына, следники Христу, братья Ему и дети Отца. Да, это чудесно, конечно. Ты это понимаешь. И ты понимаешь, что уподобиться ты Можему только в любви. Все, Бог есть любовь. Только стяжав этот Дух Святой, соединиться с Богом. Ибо Бог есть Дух, и соединяющийся с Господом, един Дух есть с Господом. А это Дух Святой. А раскрывается он в делах любви, в делах радости, мира, веры, долготерпения, кротости, милосердия, упования и прочее, прочее, прочее. Ну вот сегодня мы коснемся второго, потому что я сейчас хочу записать такую серию роликов о Евангелии, о заповедях еще поговорить. И вот почему я такой переходной момент, потому что вы знаете прекрасно, что Евангелие – это благая весть. И меня вот вопрос все время я задаю некоторым. Как ты будешь благовествовать, если ты сам чумной, как чурной, чурной, чумной, страшный, злой и грустный, и несчастный? Что ты будешь проповедовать? Ты человеку откроешь, если бы слово еще лучше бы на Новом Завете, на Евангелиях писали не греческим этим, а русскими словами. Благая, радостная. А лучше вообще по-русски написать, да, радостная или счастливая. Весь это новость. Вот было бы здорово. Только как ты будешь себя какой-то вручать или ему рассказывать, если ты сам весь в печали? Уйди, старуха, я в печали, да? Как в Иван Васильевич говорилось, который менял профессию. Вот. Поэтому я не знаю. Христианин должен сам познать истину, истина должна сделать его свободным и счастливым. Тогда он будет благовествовать. Ведь весть-то радостная, благая. А в чем радость-то? Да ты человеку будешь говорить, поэтому ты сам должен это исповедовать. Мало того, что устно, а потом еще и практически жить так. Ты вот эту теорию всю исповедав, ты и живешь по ней, делами упования. А что, если Бог мой отец... Вы анекдот помните, да, когда зайчик падает с лисой и с медведем в яму. И когда лиса начинает на зайчика наезжать, а медведь за зайчика вступается, то зайчик говорит, кто на меня, да, лиса такая сразу я, а кто на меня с Мишей, лиса пред, так это, кто на меня с Богом. Если Бог мой отец, значит, он меня кормит. Всегда. Да, вот Бог никогда меня не оставит. Вы помните, как он в Ветхом Зате сказал, если мать оставит грудное дитя свое, что безумие, по идее, для мира, то я не оставлю тебя никогда. Вот. Значит, он меня накормит. Образ родителей, в принципе, в пятерку таких основных критерий влазит. Это питание. Родители всегда питают своих, кормят своих детей. Это веселье, образ вина, образ питания, образ хлеба, образ веселья, образ радости, какую дарят родители детям. Это обучение, начиная с того, как сказать слово, куда взять ложку, как натянуть носки и трусы на свое тельце и кончая высшими степенями образованиями и так далее. Это образ исцеления, здоровья, заботы, болезни. И это образ защиты. Все, вот что такое для нас родители. Это вот пятерка для любого, по идее. Должно быть. Я не беру то, что в жизни бывают, конечно, вот эти по нашим грехам, по нашим страстям, что родители бросают детей и прочее, прочее. Вот. Но по идее это именно так. Поэтому, конечно, познав истину, что Бог мой отец, я в крещении слышу, ты сын мой, в тебе моя благая воля, то есть я не оставлю тебя никогда. Все, человек уже становится счастлив. Ну и человек, который, раб есть греха, конечно, несчастлив. Когда человек подвязается, грех только один. Бывает, Бог есть любовь. Согрешить можно против Бога, отвергнув от истины, отвергнув ее суть, любовь и не творя дела любви. Все. И когда ты живешь, уподобляясь ему в любви к ближнему и в благодарности за все своему Отцу Небесному, это все, что мы можем любить Бога. Но это чувство невидимое, никому не познаваемое и ничем не проявляемое, на самом деле. Богу нам дать нечего. Это просто бесконечное, безграничное, вечно вот так расширяющее сердце, чувство благодарности к своему родителю, творцу, Богу. Мы Боги, с маленькой буквы, и дети Всевышнего все мы. Вот оно счастье, благая весть. Идешь, человек говорит, ты Бог, человек, ты Бог, ты не таракан, не смотри на этих животных, которые там уподобляются, неизвестно чему, за нас страдает. И ты на них смотришь, вот, так если они так делают, я так могу жить, как свинья. Да нет, ты не свинья, ты Бог. И сын или дочь Всевышнего ты. Вот это радостная весть-то, поэтому живи радостью жизни, у тебя все всегда будет. Ты все получишь, и еду, и веселье, и исцеление, и знания, и защиту, все. А абсолютным счастливым можешь стать, если ты будешь уподобляться Богу в святости, в любви. Вот и все. Вот она благая весть, такая благая весть. Конечно, во-первых, ты сам живешь счастлив, причем это должна быть, конечно, искренняя радость-то. Вот я не знаю, скажешь, ты там надуваешься, но вряд ли человек тебе поверит, если ты сам. Но, во-первых, ты не будешь уповать, ты не будешь жить никогда, не уповая на Отца Небесного, потому что ты знания от него не получаешь. Ты живешь каким-то там культом, конфессией, религией, чем угодно. Поэтому ты вечно смурной и сам не знаешь, что ты хочешь в этой жизни. А человек, познавший истинную, он другой. Христианин всегда будет виден, он по-другому живет, у него все другое. Потому что он тебе все сами надувается. А христианин – это ребенок, ребенок Божий. У него все есть, и все у него родительское. Вот это радостная вещь-то. И в грехах, кто жил в страстях, в грехах, когда сам кого-то ненавидит, его все ненавидят. Ну да, христианину тоже есть много противников, так назовем, и врагов. Но, во-первых, это все временно, и христианин-то живет той мыслью, что все покаятся. И сегодня кто ему враг, завтра ему друг, потому что он его покорит своей любовью и победит зло добром. Христианин даже злодею, врагу и противнику отвечает любовью, делами любви. И все. И кто потом это опытным путем узнает, что все это работает. Вот, так что вот она благая весть-то, конечно. И эту благую весть нам явил сам Бог, воплотившись. Все. Конечно, как что-то. И ты свободен, человек. Бог тебе даровал природу от начала, опять, и по телу, и по духу. Все. И ты знанием этой истины, ты освобождаешься от всех этих ересей, всех этих мировых учений, всех этих заблуждений, человеческих бредин, вот таких вот толмудов, перечитанных книг. Ты истину познаешь вот в простой формуле. Иисус Христос – это Бог, имя которому любовь. Или Бог – это Иисус, воплотившийся Иисус Христос, имя которому любовь. И природа Бога есть свобода, ибо Он никому ничего не должен, никому не подчиняется. И ни от кого не требует подчинения. Все. И ты его образ, человек, и подобие. Все. И ты такой же свободный. Абсолютно. Что такое воплощение Христа? Это вот я, человек. Что такое образ его жизни и креста? Это что, человек. Ты такая же, ты должен стать такой же любовью. Это тебе пример, образ и твоя жизнь. Что такое воскресение Христа? Это человек. Это тебе… Вот этими вещами Бог явил в своем плоти. Это как и человек. Бог создал человека. А что этот Бог Христос явил нам на земле? Три вещи опять. Очень просто запомнить. Я говорю, первое – это крест свой. Этим крестом явил, кто мы такие по природе и чему мы должны в какую максимальную степень прийти. Это в любовь к ближнему, к человеку абсолютно жертвенную, бескорыстную. Просто для счастья ближнего. Второе – своим воскресением Он нам явил, что человек, твоя природа бессмертна. То есть Бог нам открывает три вида, три свойства нашей природы. Это любовь, это бессмертие, что воскресение Господь нам открыл. То есть человек, тебя убить бесполезно. Тебя убьют – это лишь одежда. Ты снимешь, но ты бессмертен. Ты воскреснешь точно так же. И третье – это вознесение. Человек, ты абсолютно свободен. Бог от тебя ничего не требовал, никогда был на небе, никогда воплотился, никогда ушел. Это дар свободы, о котором Павел все время пишет. И так, стойте в свободе, дарованный вам Иисусом Христом, Богом и Творцом нашим. Все, что ты свободна. Ты не Богу в авторитете поклоняешься, а служишь таким же ближним, таким же противником, как служил Господь всем нам. Принеся нам себя в жертву, чтобы мы убедились в его любви жертвенной. Потому что все мы в себе все время распинаем Бога нашего и ругаемся Ему. Распинаем Сына Божьего и ругаемся Ему, как в римлянах или где-то в евреях говорилось. Все очень просто. Вот этот образ пришествия Христа, это образ сошествия Его на землю, это образ творения человека. И три открытия нам природы. Это Его крест, Его воскресение, Его вознесение. Это образ с три свойства основных природы человека. Потому что мы Его образ и подобие. Какие? Мы любовь, мы свободны, мы бессмертны, мы свободны. Все. Вот такую благую вещь, представляете, человек принести. Человек, ты бессмертен, человек, ты абсолютно блажен, ибо любовь делает человека счастливым, радостным. Второй плод, после плода любви, ты познаешь любовь, Божья, в тебе открывается любовь, когда ты творишь дела любви и упования. И это состояние делает тебя счастливым, абсолютно радостным. Все, тебя больше ничего не беспокоит. Во-первых, ты бессмертен, тебе уже смерть, все, ты смерть победил. Чем? Христос воскрес. И тебе сказал, что ты воскреснешь вслед за Ним. Все, смерть побеждена, это раз. Свободен я, абсолютен, Богу от меня, оказывается, ничего не надо. Он от меня ни тогда не требовал, никогда пришел на землю, сказал, я пришел не для того, чтобы мне служили, а для того послужить. И вознесся, сказал, мне тебе ничего не надо, вот тебе ближних полная земля, вот и в них усовершайся в жертвенной любви, не в простой. Мне-то ты будешь, что ты мне, мне ничего не надо, я источник. Вот ты упадобься мне в образе источников. Давай и ничего, и обратно не бери. Давай, 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 все раздавай. Бери только потребное для жизни, и то я тебе все подам. И для веселья, сколько тебе надо. А ты все, что я тебе даю, неправедное богатство. Потому что, что такое неправедное богатство? Да это все, что у нас есть. Начиная вот от рук, носика, волосиков, ручек и кончая всем, 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 что тебе Господь дает. Праведное богатство, это только ты, личность, человек. Это твой выбор между добром и злом каждый раз. Отдать или зажать. Сделать, не сделать. Поверить Богу, не поверить. Поблагодарить, не поблагодарить. Все, это ты. Все остальное неправедное богатство. Ты на гимн вошел, и на гимн выйдешь отсюда. Праведное твое только это то, что ты будешь избирать. Это на добро и на зло. И вот это сокровище небесное, которое ты собираешь, твои выборы. Вот это твое. Вот это копилочка твоих выборов. Добра или зла. Твои добрые дела. Вот это твое. А то средство, через которое ты это делаешь, Бог подает все. Тебе Бог. Поэтому никогда не вздумай зажать это. Все, что тебе Господь подает, служи этим ближним. Детям, родителям, друзьям, жене, мужу, соседям. И так, 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 и первому встречному на дороге. Все, это все твое неправедное богатство. Не вздумай его зажать, это не твое. И не вздумай его в платочек завернуть или в землю закопать. Приумножь его, иначе Бог у тебя отнимет и то, что тебе дал. Потому что это не твое. Эти притчи Господь рассказывал не просто так. Ты думаешь, что ты что-то имеешь. Нет, ты ничего не имеешь. Это все отнимется. Ты за счет этого можешь поиметь. То, что не твое, вот тебе Бог дал 20 золотых. Вот ты добрых дел на них 20. Потому что 20 золотых ты вернешь Богу. А останется только то, что ты купил на 20 золотых. Это ты купил свою любовь, Духа Святого. Через то, что тебе давал Господь. Приумножь это богатство. Эту плоть, эту материальность, что тебе Господь давал, чем ты мог служить, руки, ноги, голова, ум, слово, дело. Ты это преврати в сокровище небесное. И вот здесь, в Царство Божие, невесту эту взрасти. Вот эта невеста откроется, она будет только твоя. Она, это то, что ты, это то, что твое. Все остальное в этой жизни неправедное наше богатство. Только наша личность нам принадлежит. И то, что будет выбирать эта личность, добро или зло, вот это наша копилочка. Это то сокровище, Господь сказал, которое мы должны собирать на небе. Внутри. Небо область невидимого всегда. Вот, поэтому Господь и сшел с небес, и вошел в небеса. Это та область, которая непознаваема человеком. И никогда не познается. Только через дела, через видимое, через воплощение чего-то познается. Вот, поэтому что такое радость-то? Я честно, мне задают вопросы. Я не знаю, как объяснить. Я говорю, слушай, я не знаю. Говорит, ну как вот так вот? Мне жалко кого-то любить, что-то давать. А я честно не знаю. Я вот, я всегда любил людей. Да, я раньше тоже в себя много пихал. Ну и давал. То есть, ну 50 на 50 жил. Я понимал, что нельзя только брать, надо и давать. И в принципе, когда давал-то, я понимал, что радость, давание доставляет мне огромную радость. Но что-то еще в себя пихал, как и все. И скорее всего так, ну грубо, возьмем 50 на 50, да. Вот. То, конечно же, когда я покаялся, я понял, что... Я же вспомнил, что на самом деле был я счастлив, когда я давал. И поэтому с этих времен вся моя жизнь стала делом давания. Я понял, что Бог-то источник. Он ничего не берет. Ему от нас ничего не надо. И более того, я говорю, вот эти глупости, которые придуманы, на самом деле, не то, что это мы придумываем учение о Боге. Надо ему учение, он источник. Ты не можешь ему ничего дать. Это природа. И только вот такие детские богословы там начинают какие-то свои теории выдумывать. И язычники. Богу ты ничего не дашь. Ну ничего. Если в образе земных родителей они тоже стареют и могут в чем-то нуждаться, то Отец Небесный, Бог, Христос ни в чем не нуждается. Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Все, что ты можешь внутри невидимое к нему испытывать, это вечное, чадское, как это правильно сказать-то, сыновье дочерническое, дочерническое, ну поняли меня, да, чувство безмерное, безграничное, все больше с каждым разом возгорающим чувством благодарности, которое невыразимо никак. И поэтому, если ты хочешь выразить Богу какую-то благодарность, вырази ее ближнему. Подари свое тепло, которое в тебе вот так, Бог, расширяет сердце твое. Помните, как Павел говорил, в наших сердцах не тесно, это в ваших. Расширьте их, вместите нас. Дари это тепло ближним. Хочешь сделать Богу, единственная икона на земле, икона, образ и подобие, это человек Божий. Хочешь Бога поцеловать, обнять Отца Небесного, поцелуй какого-нибудь старика, старушку, сделай ей что-нибудь доброе. Хочешь поцеловать, обнять, ноги умыть Христу, сделай это брату и сестре близ твоего возраста. Вот и все. Все очень просто в жизни. Поэтому вот она вся суть благовестия-то. Все очень просто и понятно. И поэтому, конечно, если ты сам так живешь, ты сам счастливый, ты светишь вокруг своим, ты не только делами любви, ты делами радости светишь, делами мира. Тебя обижают, кто-то видит, что тебя обижают, а ты не выжишься делами. Как ты будешь что делать, если ты не оторвешь от себя? Как хорошо Петр сказал, вере покажите. Добрые дела, добрые дела, как, конечно, с рассуждением, но потом что надо сделать? Воздержаться. А после воздержания воздержался, потерпеть. То есть любовь – это отрывание от себя, естественно. Сначала, может быть, лишнее даже. Как говорят, все в церкви гоже, что дома не пригоже. Или наоборот, все в церкви пригоже, что дома не гоже. Как-то так там говорят. То есть вот надо делать, делать. Бог откроется, давать блажение. И то это лишь такие, Павел, мягкие слова употребляет. Давайте есть единственное благо на земле. И есть. Так что это прекрасно, это счастье, это радость. Когда ты познаешь эту радостную весть, и теоретически, и практически будешь жить, вкушать этот хлеб, и пить это вино небесное, плоть и кровь Христову, тогда ты все поймешь, тогда ты и благовествовать будешь. Бог тебе и даст дары и слова, и силы слова, и всего, и разумение писаний. Я убежден в этом. А когда ты, конечно, сам не понимаешь, что ты, ты ни сути жизни не понял, ни себя не познал, ни Бога, конечно, что ты будешь благовествовать, тут шансов-то немного. Вот. Поэтому, вы знаете, радость очень, это вот Господь сказал, по плодам узнавайте. Настоящего христианина вы узнаете по плодам. Не по дарам, смотрите. Дар слова еще ни о чем не говорит, он может быть и у сатаниста. И будет у человека греха беззаконник. У него много даров будет, ой, да, даров, плодов только не будет. Вы помните, как Господь говорил, в последние времена люди будут ненавидеть друг друга, брат брата предавать, отец сына возненавидят друг друга. Ибо по причине умножения вот этих всех беззаконий, то есть грехов, грешности человека, во всех охладеет любовь, во многих. Вот. Поэтому надо возгревать в себе дух-то. А чем он возгревается всегда? Это упованием и любовью. Все, нет других дел веры. Дело веры, всего два дела веры. Уповать на родителя своего, на Христа, в образе Отца. Вот по этим пяти, которым я вам назвал, основным-то, так скажем, сферам жизни, да, жизни, жизни, радости, то есть еды, пищи, радости, исцеления, знаний и защиты, и любовью к ближнему совершаться, познавать Бога. Ибо Господь о себе сказал, я есть путь истины и жизнь. Поэтому Бог познается, сущность это, радость это, мир этот познается, только через дела. Ты сначала идешь и познаешь, да. Ты дай сначала и попробуешь, что в тебе зашевелилось. Надо жить чистым сердцем. Только чистое сердце Бога зрит, что такое чистое, это не пустое, а чистое, доброе сердце. Это все слова, конечно же, Господь символ употребляет. Более понятное слово, доброе сердце, любвеобильное сердце, полное добрых дел. Вот отсюда и радость. Отсюда и радость у тебя собственная, и этой радостью, что ты, когда проповедь будет из-под палки, ой, надо идти. Когда ты счастлив, когда ты понимаешь, что все на свете твои братья и сестры, что все вы дети Всевышнего, дети одного Бога, одного Отца Творца Небесного, ты бежишь благовествовать, ты с радостью делишься этой новостью, ты не как тот завист, не как Каин Авеля убил, хотя благовестие в том, что любовь есть суть бытия, было от начала, как Анна Богослова говорит. Но ты, познав это, понимаешь, что все вокруг твои братья и сестры, и ты не как тот в притче, старший брат, о котором Господь рассказал, что если бы завидовалось, когда брат домой вернулся, и отец пир устроил, то мы-то не такие, мы наоборот бежим и говорим, братья и сестры, помните, как Господь сказал рабу своему, чтобы он собирал всех по улице, и мы кричим, братья и сестры, айда домой, быстрее, там счастье, пир, закланы, ягненки, вино, хорошая одежда, сапожки, перстни на пальце, ну, помните, как отец все своему сыну обратно возвратился, который покаялся и вернулся, и устроил пир, и все радовались и плясали, вот когда ты сам будешь радостным, и когда ты, конечно же, ты будешь делиться, вот, о котором ты, человек, будешь какую-нибудь фигню рассказывать, о том, что надо просто поверить в Библию, читать Писание, читать, напрягать свои мозги, там что-то выискивать, ходить в собрания, там что-то делать, служить, служения всякие, ну, это, конечно, люди отваливаются по этому потом, или чисто формально это исполняют, а жить не живут по этому, и поэтому кто-то потом отваливается, кого-то куда-то тянет, а человек, познавший простоту, что ты бессмертен, свободен и счастлив, только действительно любя ближнего и за все благодаря Отца Небесного, все, такой человек, куда он отвалится, единственное, ты либо примешь это, либо нет, ну, значит, твое время еще не пришло, я говорю, вот эти образы, что пока отец не привлечет, мы не знаем промысла о каждом человеке, но благорестовать мы должны именно истину, а не всякую фигню, которой нет в Евангелии, а в этом все Евангелие, Иисус Христос, это Бог, или наоборот, Бог, это Иисус Христос, любовь, имя которому любовь, и мы, люди, мы или образ Отца, хотите здесь, как Бога, или вот как Бога, да, мы же и образ Христа, то есть мы его братья, мы дети Отца Небесного, хотя он и Отец одно, но все это образы, и уподобиться мы можем только в любви, больше никак. Ну все, я надеюсь, что-то до вас коснулось, тоже какие-то слова, надеюсь, что вы, познавшие Евангелие, действительно счастливы, иначе вы не познали его просто, если вы несчастливы от христианства, если вы, будучи христианином, несчастливы, вы нам еще просто даже пальцем к нему не прикасались, христианство это счастье, это радость, я ни дня не жалел с того дня, как покаялся, что я христианин, что я живу, как я живу, ни одного дня не было, сожаления, ни одного, все мои дни, это дни счастья, дни счастья и радости, так что вот так вот, и всем вам этого желаю, давайте поблагодарим Господу, у меня сейчас тут меня сдует по ходу, ураганчик, у нас второй день, и будем прощаться, Господь мой Бог наш, наш любвеобильный Творец и Создатель, слава Тебе, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою, за всех братьев и сестер, спасибо за все, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, все Твои благословения на всех людях, ибо все мы дети Твои, но особенно на верных и любящих Тебе чадах, которые любят всех и благодарят Тебя за все, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Христос, Господь и Бог, наш любовь всегда посреди нас. Был, есть и будет. Все мои адреса канальчиков наверху, все мои контакты внизу. Ставь лайк, если понравился ролик, ставь лайк, если не понравился, делитесь с кем считаете нужными. Ну, а полезные ссылочки всегда справа. Всех нежно целую и крепко обнимаю. Пока-пока.